В сообществе вы найдете много артов, комиксов и многое другое. Также присутствуют рисунки на заказ, цена вас очень удивит. А каждый месяц проходят конкурсы. У ребят мало подписчиков, и как я думаю, их стоит поддержать. Вступайте в их группу. Ссылка в описании к ролику. А также советую подписаться на мой канал, нажать на колокольчик, мазать свой отсылочный лайк и репостнуть этот ролик. Ведь подобные видео делать очень сложно. Да и тем более ролик необычный. Позже поймете почему. Огромное спасибо, и... Всем привет, с вами Бога. Теоретик, познакомьтесь с Богом. Вы, скорее всего, знаете меня, но если нет, Алик, ты вечно остался на меня в описании. Вообще, четвертый сезон вышел относительно средним по сравнению с другими. Днем всего 20 эпизодов, если считать рекламный эпизод Гоголя. А вот много ли в этом сезоне пасхалок отсылок, мы узнаем в конце видео. Алик согласит результаты того, что мы выясним сейчас. Ну ладно, мы будем долго пройдет. Поехали. Зон открывает отличный эпизод о пропитманьях, meditate по истории. В начале серии можно заметить автомобиль из фильма «Крон на среде». Город Холлоу-Сити получен с Холлоу-Сити. Также забавная послалка с подпаданием буквы «О» и получением словосочетания «Холлоу-Сити», то есть «черкок город». Тут еще можно подумать, что введение эпизодов про бога космонавта реализовалось здесь, в Холлоу-Сити. Персонажи Распутин и лидий закрытых канавцами. Знаменитая фотография Эйнштейна с 8-ми цепок. В лобном эпизоде выявили, как здесь муркиц, шрам и маньяк повторяют знаменитую сцену вверх и шепиду. И так же вот красуется число 13-13, что, скорее всего, означает смерть. Сразу после этого активируется машина Голдерга, которая выполняет очень простые действия чрезвычайно сложных образов и многоходовочных. Подобное вы могли видеть в томе Джерри. Из-за таймеров нам кажется, что это отсылка на сеть «Охотники за разумом», реальники за рататуре. Первая посылка на то, что шрам очень мезучий. Когда он и дрон, снимаясь маньяка Маско, они пародируют типичное разоблачение злодеев из Кубиду. Клон похож на Джокера. На заднем фоне лежит мастер популярного диджея Маршмеллоу. А в самом конце эпизода нам показывают другой чек и записан на очередь выше сериала. А наши герои изображают шепьи из Куби. Второй эпизод тоже богат на отсутки. К примеру, на превью нам показывают в фонах в образе Кинг-Конга. Шрам разрушает книжный магазин «Слэкбукс» из-за временного британского сериала. На зданиях имеются баннеры с Лайком и Робертом. Также на одной из построек есть написание «Стрэш», то есть «Мусор». Когда шрам используется автомобиль как конькинг, он своим видом отсылает мультфильм «Острый против пришельца». И фильм «Человек-муравей» и «Асфальт». На баннере красуется листало плодов и сердечко, скорее всего, значит «Жень». Красный медведь входит клин и скрипку «Умилинки» от Горилла. На здесь «Опсок». Тут, скорее всего, аниматор снизобразил себя в образе Клона. Ну или отсылка на нем, где парень, то есть «Опсок» на слезах. Уреди, введение с индианой с луком, как танцор диска. А в самом конце отсылка на знак «Пиратов» и селого Роджера. Алис, твоя очередь голосит. Забавный факт из третьего эпизода. Куклы вначале говорят «Вот так хелл», то бишь «Какого черта». А сами они напоминают миньонов из-за одноигненного бультфильма. А КВ и Джон выпадают из шкафа, будто побывали в Нарнии. Боб «Черная борода» явная отсылка на персонажа из «Пиратов Карибского моря». Также на «Пиратов» нас отсылает корабль, который напоминает черную жемчужину. Флаг веселого Роджера. А вот со шрамом на превью и в эпизоде выглядит как как-то стран «Джек воробей». Отсылочка на напиток Ром, который обожают все пираты. Птица Дотто из мультфильма «Пираты, банды и удачников». Карта из десноинского мультфильма «Коня и сокровищ». Кстати, сам он очень интересный и совет он для «Отсылка на Крагина» из тех же «Пиратов Карибского моря». А также в серии присутствует крыса из мультсериала «Безумный Джек», которая и закрывает отсылки в этом эпизоде. Хотя стоит отметить сон-трекинг «Они из «Пиратов Карибского моря». На превью четвертого эпизода «Бобса Шрама» в образе Хэнкока». В рекламе мы можем заметить много разных главных уборов, а имя Кепку Диппера, Шапку Шампу Кайлой и другие шапочки главных героев Южного парка. Песку Дяги Стэна, шляпу Марио, кепка Эши из покемонов, шляпку Дормента Дака, Шапку Шампу Венди, Грибочек из Марио и Капюшон на рисвление и приключение. Также в рекламе на фоне появляется арт по игре «Бобса» и «Бобса» и «Бобса». Но это лишь отсылки в рекламе. А в самом эпизоде есть такие пасхалки, как Стюард Литтл и его самолет. Мем с котиком, поедающим в год. Молоко. Отсылочка на черепашки Ниндзя. Бендер и Кьючерамы. Коми. Молоко. Отсылочка на черепашки Ниндзя. Бендер и Кьючерамы. Крейзи Фокс. Старинка Мем. Костюм Человека-паука из второй части. Отсылка на крутой мультфильм «Оскар собак». Будто ряда человечек. Персонаж из старого мультсериала «Никелодио». Пасхалочка в виде выпишного пистала «Гоба». Медвежонок из истории «Игрушек 3» в надпись «Бокс со». Пасхалочка в виде клапанка переводим в цели. А в конце играет песня радио «Никелодио». Мне интересно, потому что подсветный первый сюжет скопила со мной на серии выпивительного «Игродамбро». И да. Следующая серия про «Гоголя». Я чувствую, что она рекламная. Аликс не нашел в окно. Но-но, поддержуйте мою «Гоголь». Я знаю, что я в числе не из сезона про одержанного «Гоголя». Субтитры создавал «Игродамбро». Еще в своем виде, я укладываю, что в зависимости от значения. Но, я думаю, слишком начать. Но, что не внести. Быстренько пробежимся по отсутствию серии «Обчерный дыр». Это слайд илона маска, запущенная форма. Глубин «Гориллос». Землорос из «Микой Морти». Пачка «Лэйф». Робот из материала «Космогреж». Момо «Лухомучие». Две посылки на прошлые эпизоды. Му-кэп из «Транжегалактики». Му-кэп из «Космической Алиссии» и «Чаперного доза» про систему изучения. Робот из «Транжегалактики». Робот из «Транжегалактики». Робот из «Транжегалактики». И как Стивен Зунинер. А «Концер рука» и «Дэд Спейс». В одной из лучших серий четвертого сезона, а именно в серии «Блок против мафии», есть разные пасхалки. Бэтти Бут. Микки и Мини Маус. Госса языка Капхэл. А локации «Дьявольское казино». Снова Микки. И картина Рафаэля Мадон. Снова пасхалка на удачу КВ. Жуткий Клэйт Мэр. Гном из диснейского мультфильма «Алло Снежки». А на конфетах можно заметить персонажей Бисней. Примеру Урда. Отсылки на картину Джоконда и Крик. А в конце эпизода идет переделанный отрывок клипа репера «Долст Мэйна» в «Меркузе». Седьмой по счету эпизод был не богат на отсылки или пасхалки. В нем есть лишь подробный эпизод «Алло Снежки». Отсылка на мусалочку к луну «Красти» из «Симпсонов», кавер-борда из «Назаду Худущее» и «Капхэл». Но интереснее всего то, что нам снова показали намеки на безучесть и бессмертие Богоса Шрама. Блок «Тоник Хищника» сразу же отсылает нас на серию фильмов «Хищника», а также «Чужой». Отсылка на игру Худя. Советский мультфильм о Мауке. Отсылка на игру «Мортал Комбо». На фоне камень с выгравированной отсылкой на мультфильм «Дороговый гаража». Отсылка на эпизод временных приключений под названием «Камалон» и «Симпсонов». Чертенок Люцева из материала «Разочарование». Пасхалка на материал «Мишки Гами», который шел где-то в 2000-х по СТС. И это было последнее отсылку в эпизоде. Переходим к следующему. Довольно необычная серия «Хранимая» и снова отсылка на разного рода представителей данного жанра. К примеру, «Какази из народа», «Кепочка от ряши с покемонов», «Дураэмон», «Халеп», «Лоскоп», «Принцета Мононоги» от «Хаял» и «Азан». Также «Градная заработка» на «Калера», на нем предображен как «Камалон» и «Камалон». «Калерная заработка» на «Калерная заработка» на «Калерная заработка». «Калерная заработка» на «Калерная заработка» на «Хаял» и «Азан». Одиннадцатый эпизод. В нём появились Тоттенштейн из одной имени нового сериала. Позади КБ ящерка в красной гавайской рубашке по имени Рану. Койот. Один из персонажей из серии троп-калитражного сериала «Лонни Тюнс» и «Мэри Мелодис». Хитрый койот и дорожный бегунь из «Лонни Тюнс». Вот, сериал! Человек из «Фалавы». Да и всё. В двенадцатой серии рассказки довольно много хороших пасхалок. Например, отсылочка в рекламе «Нармен». Отсылка на фильм «Лина». Также очередная пасхалка на фильме «Лина». Интересная пасхалка в виде шести могилы. А сколько там революционеров, не считая от руки и боба за шрамом? Вверх шесть. И ещё есть по-соро-реза. Ни первого, ни разу-рюкзак. Экваджек и головостанция «Занкетейл». Напиток с лёгком из «Фьючерам». Поросёнок-кухли из «Грэйзи Хоу». Ещё одна интересная пасхалка. Шрам впервые называют «Диктора» диктором. Отсылка на трешовый фильм под названием «Бобный расколбас». Голова Зурга и Гмельфимы. «Диктор» «Матышка» «Диктор» «Матышка» «Бобный расколбас». «Диктор» 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 Доктор Эквон и Соник, серьезно? 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 Доктор Эквон и Соник, понимаете? Доктор Эквон и Соник, серьезно? Доктор Эквон и Соник, серьезно? из сериала «Возможные осадки» вместе с первого. Отсылка на «Мэри Поттерс», «Рэд» из серии игр и мультфильма «Эндри Бёрдс», «Гиода» из «Звёздных войн», «Богомолк», «Снуки», «Канарейка» из «Луни Тунс», «Гуффи». Ну а заканчиваются наши пасхалки на фразе «Хэй», являющейся основным приветствием всех богов. Итак, вот такие пасхалки и отсылки были в четвертом сезоне «Снакомьтесь Бог». Давайте проведем анализ. В сезоне было 52 отсылки на фильмы, 4 отсылки на сериалы, 84 отсылки на аниме, сериалы и анимации, 22 отсылки на игры, 10 музыкальных отсылок, 2 отсылки на книги и 46 прочих отсылок. Итого получается всего в четвертом сезоне проекта «Знакомьтесь Бог» ровно 220 пасхалок и отсылок. И это довольно многое сравнивалось с первым и вторым сезонами. В третьем сезоне, конечно, было намного больше отсылок, чем в четвертом месте. Но и сезон, который мы разобрали, хорошо располагается на самом месте. Хоть в чем-то этот сезон хороший. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Обязательно посмотрите разбор первой серии датого сезона на канале Погаса и подпишитесь. Ну а с вами был Алекс и Погас Юнтро. Подпишись на канал, подпишись на второй игровой канал, поставь лайк на журтую колокольчик, вступай в мои продукты, сквозди, группу ВКонтакте, Пис, и продолжайте ждать отсылки в знакомых. Продолжение следует...